Кстати, я какое-то видео отложил, что стало с Лоло Треком, вот я его хочу посмотреть с вами. Потому что Лоло Трек тогда был главным конкурентом скрепки, он там, у него был один из самых быстро растущих каналов по Майнкрафту, и потом он куда-то пропал. Интересно, что с Лоло Треком случилось. Лоло Трек как пропал и потерял всё. Лоло Трек. Ютубер, который уже в молодом возрасте смог собрать большую известность. Да, да он ебанутый был вообще тогда, пиздец. Майнд Комьюнити. Он раз в три дня, по-моему, снимал, ебать, прохожу Майнкрафт, но у меня нет руки, прохожу Майнкрафт, но у меня нет ноги, блять. Я благодаря популярному тогда формату с прохождением Майнкрафта как-то по-особенному. Всё было просто идеально с Ютуб-каналом и репутацией, но в какой-то день он просто пропал. И до сих пор не... Да, может он просто заработал все деньги мира и... Недостоверной информации, что произошло. Или есть. Давайте сейчас в этом разберёмся. Давай. И всем привет, с вами Лолок. И сегодня я расскажу о парне, который своим уходом с Ютуба по странным обстоятельствам слегка подпортил себе карьеру, а так... Я-я-я хочу подписаться на приватку, но у меня нет ссылки, подскажи, где её найти. Конечно, во-первых, тебе её сейчас скинут модераторы, любимые. Во-вторых, конечно же, в закреплённом комментарии под этой нарезкой. Попытаемся разобраться, как он живёт сейчас, и разоблачим русскую копию, которая возобновляет себя оригиналом. Чего, ты начала приятного просмотра? Нихуяся разоблачения, блядь. Скажут что-то про скрепку, интересно. Большая часть этого... Я Лоло Трека не смотрел на стримах, потому что мне было обидно, что скрепка был первооткрывателем этого жанра, а потом Лоло Трек как бы хуяк влетел и просто гораздо чаще видосы делал, и я не смотрел, потому что скрепка мой тянтик был. Пересказ видео от самого Лоло Трека про историю канала. Поэтому, знаете, комментаторы, мне всё равно, если вы начнёте писать, что я всего лишь пересказал ролик. Зато со сценками буду я целое кино создаю. Я люблю их делать, и этим моё видео становится более динамичным, чем оригинал. Родился в 2006 году, проживает в Казахстане. В 2012 году он узнал о Майнкрафте, когда я заметил, как её старшая сестра играет в эту игру на своём телефоне. В 2015 году он сильно фанател от Лололошки и хотел снимать что-то похожее на него, ибо этого 6 января он создал свой канал под названием Лоло Трек. Лоло это как раз таки взятый с Ника Лололошки. А Трек это переводится как тропа. Этим он хотел сказать, что идёт по тропе Лололошки, то есть хочет повторять за ним. Он даже в своих первых видео носил его скин и называл себя Лолололошкой. Всем привет с вами Лололошка, сегодня мы играть Майнкрафт, и как видите, у меня сейчас много модов, поэтому... Ну не за что бы много, а? У меня моды, поэтому сейчас в этой серии мне очень хочется сынать. В отличном Мудник никак не связан с Лолололошкой. А, да, 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 да. Это всего лишь совпадение. На истории своего Мудника я планирую рассказать на 50 тысяч подписчиков, так что подписывайтесь. Блядь, ребят, я расскажу вам историю своего Ника за 50 тысяч рублей. Просто сейчас может задонатить. На этом коту Лололотрек вдохновился ютуберами, снимающий режим в Майнкрафте Хангер Геймс, и он захотел за ними повторить. Поэтому, как он сказал в ролике, он создал новый канал для голодных игр, который сейчас является его основой. Понравились, поэтому я создал новый канал, и на нём стал выпускать видео уже по Хангер Геймс. Но при... Полный Хангер Геймс. В этом фу-канале указано, что дата-создание это 2011 год. Поэтому можно сказать, что до этого канал использовался лишь для просмотра видео. То есть ему было 5 лет? В этих роликах он уже начал называть себя Лололотреком и становиться более самостоятельным. В общем, ты разумел, когда ты сегодня... Блядь, да, самостоятельный скин, так называемый. Интересно. Продолжаем этот трек, но поднимаем голодные виды. Их прошлые часы мы остановились на том, как мы, конечно же, что и делали, так это и галь голодные. А также он начал делать видео не один, а... Ну, не такие какие-то вот ламповые все эти времена. Хуйни вот это и все. Сейчас своим братом под ником Firewater. Всем привет, Слава Лололошка и Firewater. Тупо-вынски, мы охуенные, блядь. Школьники пищащие, блядь, как было охуенно. Ищет этот збуря, хуй пойми откуда, блядь. В будущем он тоже создаст YouTube канал. Но об этом позже. Ну, не хуя, у него время я снимал низкокачественные видео на абсолютно разные тематики, которые не набирали никаких просмотров. Пока в какой-то момент он не начал обозревать экстурпаки в Майнкрафте. Удованный формат видео, он начал набирать популярность. И потом, это стало самой частой рубрикой на его канале. В 2018 году он рисовал тот самый скин, благодаря которому он запомнился многим, и который до сих пор использует. Полная хуйня скин. Дальше он продолжил улучшать качество своих видео со среди... Ну да да да, вот эта превьюшка прям с 3D текстом ебанутая качество. Зацените еще вот это вот. Ла-ла-ла трек. Заточив внимание на сценарии, монтаже и озвучке роликов. Блядь, охуенно, что у меня все примерно то же самое. Должна была быть реклама, но рекламодатели, которым я был должен, не ответили моему менеджеру. То вместо этого я порекомендую... А-а-а, я понял тебя. Благодаря формату видео с экстурпаками, Ла-ла трек набирает целых 10 тысяч подписчиков. Но потом, он с этого выгорает. Если ютубер снимает одно и то же довольно продолжительное время, то им это в любом случае надоедает, и больше не приносит довольствия, делая подобный контент. Ла-ла трек понял, что должен разнообразить свой контент, и поэтому он со своим братом решил попробовать снять новый формат. Те кота был тихо популярен в формат, короче говоря, и эти двое решили попробовать его с ним. Бля, ебать, это формат был, кстати, реально. Про Бедвардс. Видео собрало большие просмотры, и Ла-ла трек продолжал снимать подобный контент с другими. Нихуя он стрельнул, блядь, одной темой стрельнул. И посмотрел по странам. Я увидел спаунер бронзы, еще спаунер шелеса. В домике находилась наша кровать. На нашей басе тоже находился житель, с которым можно было подрековать. Моими тиммейтами были профессионал, который скинул мне броню, которую я тут же одел. На этом он набрался Охуенно, 3 миллиона. 100 тысяч подписчиков. Я вам напомню, что это было в 2018 и 2019 году, и тогда ему было всего Подожди, а мне как будто бы кажется Охуеть. 100 тысяч. 12 лет. По-вашему, каждый сможет набрать только подписчиков в таком возрасте. Но он не остановился, и в скором времени он начнет снимать тот формат, который принесет ему самую большую известность. Блядь, там миллионы. Миллионы, посмотри. На ютубе начинает набирать популярность формат, как пройти Майнкрафт, в котором... Скрепка, скрепка. Это скрепка. Это скрепка. Пройти игру с таким... Блядь, ну у скрепки там тоже миллионы были. Вот с одной стороны непонятно, с другой стороны я рад за скрепку. Непонятно, как можно было... Ты ухватил, блядь, сука, спавнер денег за жопу. Вот все, скрепка реально, пиздец. И в какой-то момент он такой... Блядь, а мне типа неинтересно, я хочу заняться программированием там своим каким-то... Я пойду, блядь, другой дорогой. И то же самое Ронан нарезки. Блядь, ну... Вы видели просмотры на канале Ронана, блядь? Нарезки, блядь. Сука, надо у него выкупить канал. Блядь, и он тоже в какой-то момент... Ай, блядь, мне не кайф. Я ему говорил, так возьми просто школьникам каким-то отдай на аутсорт, пусть ебашат. Ты им будешь говорить, вот этот, вот этот момент вырежи и все. Ронан-то остался в нашем комьюнити. Он сайт SP World сделал там и все такое. Но прикиньте, блядь, сейчас, тогда еще рекламы было мало. Ебать! Сейчас бы Ронан был бы самым нахуй богатым нарезчиком, блядь. Сейчас должен был бы Саска быть самым богатым нарезчиком. Но он, сука, все деньги, которые зарабатывает, тратит на машинки Hot Wheels. Это долбоеб еще. Тот пиздец, блядь. RGB комп собрал. И машинки Hot Wheels, блядь. Сука, челу там уже, блядь, лет 20 или сколько? 30, я не знаю, нахуй. Вот, машинки Hot Wheels. У него коллекция ебанутая. Вот. Он собирает машинки. Он бы мог бы себе, блядь, уже купить какую-нибудь область в Украине. Изменениями или ограничениями. Не используя левую кнопку мыши, с самой минимальной скоростью, не используя кирку и так далее. Блядь, да я вот думал, да, 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 да. Я вот думал, какой-нибудь, блядь, реально выкупить Ронан. Но, по-моему, он не очень за. Блядь, просто спросить, типа, слушай, не хочешь отдать? Просто, по-моему, он его, он говорил, может, если я придумал это или мне приснилось, что канал он просто как память себе оставил и нормально. Далее. У Лулу Трека до этого был опыт под... Да, 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 он пробовал и Саски вроде пробовал. Вот почему-то не получилось. Добно, потому что он проводил разные стримы, связанные с такими прохождениями. Он решил сесть в поезд. Слушайте, но я, как настоящий бизнесмен, должен попробовать выкупить канал Ронана, блядь. Погиту же принять в этом участие. Или шантажом сказать. Привет. Твой канал теперь мой канал. Или завтра этого канала вообще не будет. И на удивление, это видео сильно понравилось его аудитории. С тех пор это стало самой популярной рубрикой на его канале. Весь август 2019 года он только и делал, что пилил видео про прохождение Майнкрафта. А не не то надо канал выкупить. А Лулу Трек начал усложнять выполнение челленджей. Например, цель собрать все блоки в игре. Дальше он продолжил снимать выполнение заданий и измененное прохождение Майнкрафта. А также создавал, короче говоря, и иногда экспериментировал. На этом он собрал 2 миллиона подписчиков. Бля, там на каждом ролике по миллиону просмотров, пиздец. Мог этого добиться еще до того, как стал совершеннолетним. Многие из-за этого им восхищались. Даже я. Вроде молодой, но такой популярный. Однако, в один момент происходит то, чему до сих пор не могут найти полноценного и правдивого объяснения. Бля, но когда ты настолько топ и ты пропадаешь, это реально странная хуйня. с интернета, он до этого тоже ненадолго худел с Ютуба. А именно после седьмой части Скайблока. Тогда он испарился на 4 месяца, но он благополучно вернулся. Окончательная пропажа случилась 23 марта 2022 года. Интересно. После выхода 9 серии Между мирами. Блядь, она... Там 2,3 миллиона просмотров. 2,3 ляма. Куда он... Ну, блядь, тебе просто дают деньги бесплатные. И ты такой, типа, да, бля, нет. С тех пор он нигде не проявлял свою активность в интернете и свой уход. Бля, какое-то интересное время. Ну, считайте, канал твой, это твой бренд, твой бизнес. Ну, вот если сравнивать, да, открыл ты в кальянку, у тебя есть кальянка, есть, есть, и ты такой... Да, блядь. Как не объяснил. В официальных источниках МНВК-страница и сообщества в Ютубе он с того дня больше ничего не писал. То есть он просто пропал бесследно и свою аудиторию никак не предупредил об этом. Подписчики строят теории о причине его пропажи. Многие говорят, что это произошло из-за отключения монетизации на территории России. Это хуйня полная. Она все равно не приносила столько денег, сколько ты мог рекламу одну вставить, а если учила по миллиону и больше просмотров на каждом видео, у него рекламодатели жопы жуют. Из-за чего он стал очень мало зарабатывать. Монетизацию отключили 3 марта, и он мог увидеть падение дохода до выхода последнего видео. Возможно, он... ...решил проверить, сколько заработает, если выпустить последний доделанный ролик, и понял, что заработок очень слабый. Но если бы он хотел заработать... ...трех миллионов просмотров! ...попазывать больше денег, то он бы мог начать брать рекламу. С его-то статистикой он бы мог зарабатывать целые миллионы, но я никогда не видел, чтобы в его роликах рекламировался какой-то продукт. И, походу, даже после отключения монетизации, он тверд отказывался брать рекламу. Это мое личное предположение происходящее. Ну и зря. И есть также другие теории. То, что ему надоел Майнкрафт, то, что он уделил внимание учёбе, или то, что он умер. Ёбаный факт! Бля, я не знаю. Я, может, тупой, реально. Мы, может, потом прочитаем, что он написал. Какая нахуй учёба, если, блядь, просто... Типа, популярность в интернете, ну, она не вечная. И надо собирать плоды, пока... Ну, пока растёт дерево, нахуй. Пока не приехал Пуки, и на бульдозере не запукал, нахуй, твоё дерево, блядь. Максимум, что можно сказать, это то, что Лолотрек максимально скрывает причину ухода с канала и не позволяет раскрывать её другим. Однажды мой знакомый мне рассказал, что, когда он играл Бэдвардс на Хэппикселе, ему в катке попался брат Лолотрека Файрватер. Ахуеть! Когда он спросил, что с Лолотреком и почему не выкладывает новые ролики, он сказал, что ничего не знает. Хотя, по-любому, он что-то знал, ведь они живут в одном доме. Вообще... Ёбаный факт. Сука, это важная информация. Вообще, его брат тоже ушёл с Ютуба по неизвестным обстоятельствам. А именно на 4 года, когда у него было 100 тысяч подписчиков и последнее видео собрало более 2 миллионов просмотров. Блядь, может это просто не их? Может это не их? Те, да. На очки я решил провести расследование и изучить его страницу в ВК, надеясь, что найду что-то интересное. Первое, на что я резко обратил внимание, так это на то, что у меня был общий друг. Вау! То есть он был в друзьях Лолотрека, и с на этого чела он мог с ним общаться. Я решил написать данной личности, но он сказал, что не общался с ним и, к сожалению, ничего интересного рассказать не может. Так что... Ну и нахуй тогда эта информация здесь? Идём дальше. Блядь, мой брат играл с его братом. Мой... У меня есть один друг в этом сообществе. Давайте посмотрим. В описании указана его любимая книга, в котором находится ссылка на страницу в указ с именем Рамиль. Как вы помните, предположительно, его так и зовут. Но найти что-то интересное я не смог. Скорее всего, тут всего... А нахуй ты тогда, блядь! Совпадение с именем и Лолотрек просто фанатит от книг этого автора. Расследование мне ничего не дало, и я лишь остался... ...тупике. Но я решил не сдаваться. Блядь, сука, не сдавайся, брат, не сдавайся. У тебя обязательно всё получится. Продолжить поиски. Под последним постом с объявлением о новом видео, я нашёл недавний комментарий от некоего Глеба, который говорит о том, что нашёл Лолотрека, и скидывает ссылку на видео в инстаграме. Это видео 95-й школы в Алматы, и якобы в этом видео участвует Лолотрек. У меня появились сомнения, ведь его вроде как зовут Рамиль, а не Расим. Попытаюсь сравнить голоса с последним видео и с роликом от этой школы, я могу сказать, что в них какое-то есть сходство. Можете сами сравнить. Привет, я Лолотрек, и это девятая серия моего лосплея под названием Между мирами, а остальные можно посмотреть здесь. Его суть в том, что каждую серию еда будет телепортировать меня в новое, ранее неизведанное измерение. Почему такой кислый огурчик? Что? Что, если ты почему-то пыли? Потому что так мне показало приложение Плэнт-Лэс. Что ж, мы изучили сумеречный лес, и можно двигаться в следующее измерение. А где ты-ка, что? Почему я получаю урон? И, похоже, нахожусь не на земле. Здесь у нас какой-то сундук и внутреннего принял. Это же приложение, которое позволяет определять растение. Вот, смотри, чем-то похоже. Окей. Это? Как думаешь, что это? Чтобы узнать, устанавливаем приложение, включаем. Надо еще понимать, что ведет эту школу записывание очень качественно, и голос никак не обработан. Но все же я не совсем уверен, что это реально Лолотрек. Если кому-то надо, то оригинальное видео с Инстаграма я оставлю в своем Телеграм-канале. Можете на него подписаться, буду очень доволен. Вот такое расследование попытался провести. К сожалению, ничего важного я самостоятельно найти не смог. Ебанутая расследование, блядь. Сука, блядь. Он действительно пропал бесследно, и найти настоящую причину ухода очень сложно. Поэтому для меня самый близкий вариант, это либо отключение монетизации, либо полное выгорание от Майнкрафта. Согласитесь, вряд ли это бы что-то... Ты нашел что-то поинтереснее. Странно. Чуть удовольствия, когда 9 лет снимаешь почти одно и то же. Я не уверен, что он забросил канал из-за учебы. Потому что вполне возможно снимать какие-то видео, когда ты учишься. Я написал Лолу Треку в личку, но он мне ничего не ответил. Тут мое расследование зашло в тупик. Особенно на уровне Лолу Трека. Говорю на своем опыте. Сейчас от канала Лолу Трека активно отписываются... Да, понятно, но ахуле там никто ничего не снимает. Если Лолу Трек не вернется в ближайшее время, то у него окончательно все забудут и по итогу реально потерять все. Кстати, Ноги думает, что он перешел в ТикТок. Но о личности, которая решила возомнить себя Лолу Треком, мы сейчас поговорим. Охуеться. Не так давно в ТикТоке появился парень, который возомнил себя Лолу Треком. На его аккаунте уже 500 тысяч подписчиков. Бля, не, ну он его прям из ткин спиздил и никнейм спиздил. В основном снимают какие-то факты Майнкрафте. Раньше в 2021 году там активно публиковались нарезки из видео Лолу Трека. Это больше выглядело как фан аккаунт, чем реальный. Тем более некоторые нарезки отправлялись по несколько раз. Потом в начале 2022 года там выкладывались какие-то приколы, в котором использовался скин Лолу Трека. Тогда автор аккаунта еще не использовал свой голос. Потом Лолу Трек вообще посинел. Ну, решил с морфиком стать с кем не бывает. И 2 февраля 2022 года он выпускает свое первое видео с голосом. Интересный факт на новой версии Майнкрафта. Вы знали, что в зиму... Ну, вообще не то. Вообще не тембр, ничего. А кузница имеет секретный проход. Который значительно ускорит ваше прохождение Майнкрафта. Видео было сделано за 2 месяца до полноценного ухода настоящего Лолу Трека. А после этого видео реальный Лолу Трек выпустил 2 видео. Так что можно спокойно сравнить голоса и понять, что они абсолютно разные. Охуеть. Хотя видео сделаны в один и тот же месяц. Открывая этот проход, вы попадаете в крепость, где уже есть портал Вэнк. Почтительного сундукам. Кстати, как и бонусный сундук из обычного Майнкрафта. Да ну, бля, ну я понял, ну нет. Ну просто нет. Есть лицо в один блок в Майнкрафте. После он снова начал каждый день снимать не до прикола под звуки из ТикТока. И также пробовать переснимать ролики от оригинального Лолу Трека. Пчел можно размножать, кроме их любыми цветами и даже визер розами. Также пчелы будут следовать за игроком, если он держит в руке цветок. Хотя на поводок их тоже можно взять. Итак, весь оставшийся 2022. В 2023 году, когда Лолу Трек окончательно пропал, он решил полностью взять его образ. Начав активно снимать факты о Майнкрафте, используя... Нифу я, он его ебашит. ...пускин. Многие поверили, что это он. В апреле 2023 он рассказал в Телеграме, что больше не имеет доступ к Ютуб-каналу. И поэтому решил создать новый. В описании на Ютуб-канале Лолу Трека написано, что у него есть только Ютуб и ВК. А также, что у него нет никаких ТикТоков. Да я понял, ёпта, что это фэк. Блядь, я понял, что это фэк. И все аккаунты возомляющиеся им ненастоящие. Кто-то фейк оправдался, что он не может войти в свой гугл-аккаунт, и поэтому не может изменить описание и сказать, что у него появился ТикТок. Вот только то же самое написано и на странице ВК. Неужели и к нему он потерял доступ? Заблокирование возможности войти во все свои официальные соцсети. Это капец, как надо быть невезучим. Кстати, на новом канале указан официальный Телеграм-канал Лолу Трека. И он утверждает, что это ТТК официальный. Давайте же проверим. Хм, интересно, конечно, содержание в нем. А именно при продаже данной ссылки. Вот это да, неожиданно от Лолу Трека. Это насколько надо скатиться по доходу, чтобы продавать ссылку Телеграм-канал за какие-то копейки, ведя при этом аудиторию заблуждения. Я бы купил бы, ну не такую, у меня есть идея, некоторые бы купил бы. Про его якобы новый канал особо говорить нечего. Максимум, что он создан еще с 2016 года, и туда раньше что-то публиковали. Но все эти видео сейчас скрыты. Если бы это реально был бы Лолу Трек, то ему бы не составило труда доказать это. Банально показав, к примеру, оставшиеся снятые футажи с роликов или проекты в программе для монтажа. И я не думаю, что ютубер, поняв, что потерял доступ к миллионному каналу с большим доходом, просто возьмет и начнет заново. Лолу Трек может спокойно написать в поддержку ютуба и разобраться, а также может помочь личным менеджерам. Блядь, какой же он профессионал нахуй на 211 тысяч просмотров воды нахуярил, я ебал, я его фанат. Бля, я его фанат. И он у него есть. Ой, надо же, я был канал с двумя миллионами подписчиков. Ну ладно, начну с заново. Это же ведь все равно, что игру переиграть. Я уже полностью доказал, что это не жалко попытка русского скопировать кавказца. Но напоследок, я сделал финальный удар. Я не уверен, что Казахстан это кавказец, кавказцы. Не так давно я листал тикток, и мне в рекомендациях попался стрим того самого Ниде Лолу Тека. В нем он пытался пройти челлендж в Майнкрафте вместе с еще одним челом, который якобы фаерватер. Попутно собирает донат из наивных фанатов. Утрое вечера, мы длиннее. Из-за музыки не слышно фаерватер? Да это я уже видел, потому что все равно вайбе, в любом случае. Вот это сколько лет, 17 в данный момент. Во-первых, какого фига у якобы младшего брата, а именно у фарватера, гола жестче, чем у старшего? При попытке спросить реально ли он улутрек, сообщение автоматически отправляется в банк. А если приаплазировать вопрос, то он притворится дурачком. Это в чате, ты реальный? Нет, я вымышленный. Да, кто-то придумал. Самое интересное, что все сообщения, в которых говорят, что... Да не, блядь, да понятно, что это фэк. Блядь, сука, как же он дует эту корову. Кого-то обманывает, и то, что он не настоящий лоу-трек удаляются. Ладно, если он еще молча удалял, но он свой процесс освучивает вслух. Сам факт их очищения, вместо попыток доказать обратное, уже что-то говорит. Так же стрим шел одновременно на ютубе, и не дало трек, жаловался на отсутствие какого-то актива на нем. Ну, ребята, если на ютубе будет очень мало зрителей, я буду заканчивать, наверное, продолжение следствия, хотя не знаю, не ты, может, пока стима не проводить. Я жду тебя вташкинде 30 декабря. Стример, он стример. Нет, и токи нормально сидит. В тик-токе, да. Кто-то забыл. А, в тик-токе, блядь, мне надо стримить в тик-токе. Учебы сами все поняли. Какой-то чел дает твой имеющий фан-аккаунт лоу-трека, решил заработать денег, выставь себя посторонним медийным человеком. Он уже оправдался, когда спалил свой голос еще до ухода лоу-трека с ютуба, и решил оправдаться, что он просто не может восстановить аккаунт. Разоплачить этого клона было очень легко. И я надеюсь, что если он будет отвечать, то он не использует оправдание, что видео с татей были записаны наперед, и голос успел сломаться. А ведь самое неприятное, что мы продолжаем верить в фанаты реального лоу-трека, и до... Значит, ему думают, что он настоящий. Разоплачение фейк... Бля, ребят, я Аид. Я Аид. Подошло к концу. Теперь давайте подведем итоги. А-а-а, блядь. Ёбаный фак, он бы видео вот тут мог закончить, но оно бы шло всего 6 минут. Чё, реально? Чё, реально? На лоу-трека было все идеально с карьерой. Были большие просмотры, известность и деньги. Но в один момент по неизвестным обстоятельствам он бесследно исчез. Так, я могу вот сюда перемотать и всё. Никто точно не знает причины его действий, и, скорее всего, он попросил свой призрак, не рассказывать причину. Небо даже родственники не понимают, что происходит. Он ушел в идеальное время, из-за чего появились теории о причине ухода. По какой бы причине он ушел? Слушай, такое, не идеальное. Подписчиков от него активно отписываются, и, возможно, о нем скоро все забудут. Таким образом, он реально потеряет всё. Макс, что может сказать, это то, что он, скорее всего, всё ещё живой. Если лоу-трек реально в том видео из инстаграма, пока он отсутствует, появился человек, пытавшись нажиться на чужом имени. И у него это прекрасно получается. Люди верят, что это настоящее. Да, там у него целых 13 зрителей. И я так не думаю. Сука, охуеть, автор фильма. Ну да, ебанутый тут. Так, и теперь лоу-ло-трек. Мы заходим на его так называемый официальный, да, аккаунт. Всем привет. Сообщество. Да, три дня назад, зацени. Здравствуйте, дорогие зрители. Это лоу-ло-трек. Нихуя себе, ебать. Так, я прекратил снимать видео, потому что пришел к выводу, что перерос этот этап своей жизни. Признаться, я не планировал уходить с Ютуба. Наоборот, в течение 22-го года я делал больше видео. Но в какой-то момент я понял, что больше не хочу быть летсплейщиком. К тому моменту активность на моем канале давным-давно утухла. И поэтому я не стал ничего сообщать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Бля, в принципе, справедливо. К тому же, я не был уверен, ушел ли я с Ютуба навсегда. Поэтому не делал никаких заявлений. Я и сейчас не уверен, что ушел с Ютуба насовсем. Добавлю, что никаких других каналов на Ютубе, во Вконтакте я не создавал. А в ТикТоке, Лайке, Инсте, Телеграме у меня вообще нет каналов. Меня никто не взламывал. Никому свой канал не продавал. И продавать не планировал. У меня в жизни все хорошо. Надеюсь, что все хорошо будет у вас. Бля, прикольно. Добро прикольно. Только, блядь... Блядь, с такими просмотрами говорит, что у него упал актив. Интересно, блядь. Прикол. Блядь, но я не... Блядь, может быть, он реально не вставлял рекламу. Просто я... Ну, это... Блядь. У тебя есть курица, которая несет золотые яйца. Ты че, блядь, дурак? Блядь. 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 Продолжение следует...